Здравствуйте! В эфире программа Патруль и я ее ведущий Александр Петрушин. 48 нетрезвых водителей. Халатность прежде всего к собственной жизни. Ребенок отравился угарным газом. Все это и не только. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Поехали! В минувшие сутки оперуполномоченными уголовного розыска раскрытая серия разбойных нападений, совершенных на территории Кызыла. 19 октября в дежурную часть поступило заявление продавца одного из торговых павильонов города. Она сообщила, что в вечернее время в помещение магазина ворвались двое неизвестных мужчин в масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Испугавшись расправы, женщина отдала имеющиеся в кассе денежные средства в размере 5000 рублей. Аналогичное заявление поступило в полицию Кызыла через несколько минут от 53-летней продавщицы другого киоска города. Схема была аналогичной. Потерпевшая, которой угрожали ножом, отдала злоумышленникам имеющиеся при ней и в кассе наличность всего 22 тысячи рублей. Стоит отметить, что оба торговых павильона не оборудованы кнопками тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 22-летний, нигде не работающий житель города Ак-Давурак, ранее неоднократно судимый за совершение грабежей, и 18-летний козелчанин, обучающийся в одном из учебных заведений города. При проведении допроса они дали признательные показания и пояснили, что денежные средства потратили на личные нужды. В ходе следственных мероприятий были изъяты нож и автомашина, на которой передвигались подозреваемые. В настоящее время фигуранты уголовного дела задержаны. Расследование уголовного дела продолжается. Вечером 21 октября в полицию Кызыльского района поступило сообщение о том, что в республиканскую детскую больницу с признаками отравления угарным газом поступила трехлетняя девочка, проживающая в дачном обществе поселка Каахем. Предварительная причина случившегося – неисправность печного отопления. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для человека угарный газ – сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь страдает головной мозг, но возможно поражение и других органов, в зависимости от общего состояния здоровья. Во избежание несчастных случаев МВД по республике Това призывает граждан соблюдать технику безопасности. Гонка с преследованием. В ночь с пятницы на субботу во время дежурства сотрудники госавтоинспекции в районе 50-го магазина «Кызыла» заметили подозрительную машину. На требования полицейских об остановке водитель не отреагировал. Более того, неизвестный за рулем серого ВАЗа на высокой скорости выехал из города в сторону Эрзина. Многочисленные требования об остановке и преследовании на двух патрульных машинах не дало результатов. В предупреждении о стрельбе в случае неостановки горе водитель не поверил. И лишь услышав звуки стрельбы, он чуть затормозил. Но выехал на бездорожье. И только минут через 10, когда обстрелянные колеса машины в конце концов спустило, водитель остановился. При задержании причина бегства водителя стала известна. Помимо того, что салон машины был битком, мужчина был изрядно пьян. Теперь любителю скоростной и пьяной езды грозит лишение водительского удостоверения. А его пассажирам будет впредь уроком. К пьяному водителю в машину не садиться. Ведь в следующий раз удача может отвернуться. И вместо ночной гонки они могут попасть в ДТП. 48 любителей пьяной езды были задержаны в ТОВе за минувшие выходные. Халатное отношение людей, садящихся под шефе за руль, не знает границ. Ведь каждый из них ни на минуту не задумывается о своих пассажирах и о других участниках дорожного движения. Именно поэтому для проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были задействованы личный состав управления ГИБДД региона, аппарат отдельной роты ДПС ГИБДД, а также бойцы ОМОН Росгвардии. Водитель этой Нивы праздновал окончание еще одной трудовой недели. Ребятам было весело, ведь они уже были изрядно пьяны. Водитель Нивы на глазах дорожных полицейских пересел на заднее сидение и отказывался выходить из машины. Мол, я не за рулем и, соответственно, с меня взятки гладки. После продолжительных уговоров водитель вышел из Нивы, но на этот раз стал отказываться садиться в патрульную машину. Да и друзья водителя начали оправдывать своего друга. Вовремя вызванное подкрепление в виде сотрудников ДПС и бойцов ОМОНа остудили пыл пьяных ребят. Отметим, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции задержано 43 водителя, не имеющих права управления транспортным средством. Им грозит административное наказание в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. За прошедшие выходные в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» на территории Республики Това было задержано 48 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 27 на территории города Козыло. Из 48 водителей, 7 управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения уже повторно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внимание! Скидки 50% на меха в палитре. Например, шуба из норки была 196 тысяч, а стала 98 тысяч. Была 112 тысяч, а стала 56 тысяч. Купи и выиграй путёку в Таиланд на двоих. Приходи в палитру. С 24 по 27 октября. СК имени Ярыгина. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребёнку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать её водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В Кызыле сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более двух тонн контрафактного алкоголя. 21-летний мужчина занимался незаконной реализацией алкогольной продукции в одном из магазинов ПГТ КАХЕМ Кызыльского района. Нелегальная продукция хранилась в разных местах. В подсобном помещении, расположенном на территории микрорайона «Спутник», полицейские обнаружили 3149 бутылок алкогольной продукции объёмом 0,5 литра. Ещё одна нелегальная партия алкоголя, а тысяча бутылок, изъятая из жилого дома в ПГТ КАХЕМ. В самой торговой точке находилось 70 бутылок с контрафактным алкоголем, приготовленных для реализации. Сопроводительных документов и свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя у мужчины отсутствовали. Изъятая спиртосодержащая жидкость направлена в экспертно-криминалистический центр регионального МВД для проведения исследования. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, производства, приобретения, хранения, перевозка в целях сбыта, продажи немаркированной алкогольной продукции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. С начала года на территории республики зарегистрировано 58 краж и 42 угона автотранспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества преступлений данного вида на 18%. В целях профилактики и раскрытия преступлений сотрудниками полиции о постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, а также установление мест хранения похищенного автотранспорта. В ходе проведенного в октябре оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль» сотрудники полиции проверили 43 станции технического обслуживания и автомастерских, 12 магазинов, 6 гаражных обществ и авторынок. Проверки подверглись места авторазборов, автостоянки, в том числе штрафные стоянки. Также проверены чабанские стоянки, лесные массивы и другие места возможного хранения похищенных транспортных средств. В ходе проверки на одной из штрафных автостоянок Кызыла обнаружена автомашина марки ВАЗ-21061, которая была похищена в сентябре из гаражного общества, расположенного на улице Магистральной. Кража была совершена путем взлого дверного проема гаража. По данному факту следователям было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела установлено, что лицо, управлявшее данной машиной, стало участником ДТП, после которого скрылось. Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. 24-летнего козылчанина. В рамках профилактического мероприятия сотрудниками полиции раскрыто еще одно преступление, совершенное 27 сентября. В ночное время двое злоумышленников похитили ВАЗ-2106, припаркованную во дворе дома на улице Каахе. Они воспользовались тем, что двери машины из-за неисправности замков были открыты. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое 20-летних жителей села Болгазын Тандинского района, ранее судимых за совершение имущественных преступлений. Фигуранты уголовного дела дали признательные показания, а похищенный автомобиль был изъят и передан владельцу. Задержанные помещены в ИВС. Также сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении в Восточном микрорайоне Козыла двух хищений автомашин и одной кражи из припаркованного транспортного средства. Установлено, что к преступлениям причастен 19-летний козылчанин. В Улухемском районе раскрыта кража автомашины «Хонда Аккорд», совершенная 23 сентября, а также кража личного имущества из автомашины марки ВАЗ-2106, припаркованной во дворе жилого дома. Оба преступления совершены в Шаганаре. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое ранее судимых местных жителей. Проведенный анализ показал, что 85% краж транспортных средств совершается в ночное время. Злоумышленники крадут автомашины, оставленные без присмотра во дворах многоэтажных домов. Наиболее криминогенной зоной признаны микрорайоны западной и восточной части города. Более 90% похищенных автомашин не были оборудованы охранной сигнализацией и механическими противоугонными средствами. Наибольшим спросом у злоумышленников пользуются автомобили ВАЗ всех моделей. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова